Модернизация стадиона в Барвихинской средней общеобразовательной школе завершилась. Реконструкция спортивного объекта стала финальным этапом комплексных ремонтных работ в образовательном учреждении, которые начались еще в 2017 году. Они проводились по губернаторской программе образования Подмосковья. Всего за два года на реконструкцию было выделено 187 миллионов рублей. Из них 116 средств бюджета Московской области, 71 миллион средств района. Мы выражаем славу и благодарность губернатору Андрею Воробьеву за такую масштабную финансовую помощь именно Барвихинскому поселению. Приступили мы к работам в 2017 году. Начали с фасада школы, потом отремонтировали актовый зал, хореографический зал, спортивный зал, холлы всех этажей, кабинеты многочисленные, создали кабинет робототехники. И вот закончили стадионом, который по большому счету уже не просто стадион, а настоящий многофункциональный спортивный комплекс для занятий любыми видами спорта. Спортивный объект предназначен как для взрослых, так и для детей. В центре находится футбольное поле размером 40 на 60 метров с искусственным газоном. Рядом площадки для игры, баскетбол и волейбол, ямы для прыжков и зоны воркаута. Длина беговых дорожек 300 метров. Также есть выделенная 100 метровая дорожка. Теперь у ребят появилась возможность заниматься в различных спортивных секциях непосредственно на территории школы. Я думаю, что это самый большой стадион вообще в Одинцовском районе, школьный стадион. И то, что здесь запланировано были несколько площадок и это все сделано, это большой плюс, потому что я знаю, что при школе есть даже спортивные секции, их несколько. И я думаю, что все, каждый найдет себе здесь применение. Секция футбола будет здесь развиваться в полном объеме. Две площадки позволят нам тренироваться и баскетбол, стритбол, волейбол. Современные вот эти вот направления воркаут, площадка тоже позволят нам силовые какие-то виды развивать. У нас сейчас есть секция акробатики, это тоже будет способствовать развитию. Легкая атлетика, надеемся, что получит новое дыхание. Школьный стадион исторически пользовался большой популярностью у всех жителей Барвихинского поселения. С нетерпением окончания реконструкции ждали и самые юные спортсмены. Очень крутой стадион, большой, очень широкий. Там еще мои друзья. Планируешь приходить сюда заниматься? Да. Теперь новым многофункциональным объектом могут пользоваться не только школьники. Во внеурочное время он будет открыт для спортсменов и жителей, ведущих активный образ жизни. Екатерина Яровая, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова». Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».